Ну, хотелось бы лучше, потому что и в Кисловодске, когда сбор был, там снег был, мы пропустили пару тренировок, которые были запланированы, и здесь дожди были, мы прилетали в снег, такие форс-мажурные обстоятельства чуть помешали полностью сделать ту работу, которую мы хотели. Ну, в целом команда где-то на процентов 50-60 готова физически. Ну, вот я как и ранее сказал, повлияло немножко на подготовку, и плюс у нас следующий сбор игровой, ребята практически не играли уже месяца два, но мы сыграли игру со Ставрополем, там, на искусственном поле в холод, хотели, чтобы все поиграли, там, по 90 минут не получается сыграть. И сейчас тоже, вот эти две игры, получается, сорвалась игра, вторая, первая игра там тоже мы меняли, ротировали, поэтому хотелось бы, чтобы все-таки команда вот сейчас на третьем сборе, особенно вот эти две игры, на третьем сборе получила регионную нагрузку. Потому что именно в тот тонус набрала игровой, потому что этого не хватает. Мы стараемся, вариативность, конечно, просто как-то не придет, все-таки это большой, как сказать, плацдарм для работы, не было столько времени, чтобы мы поработали, еще раз говорю. Ну, я думаю, что в любом случае мы к этому придем, потихоньку то, что мы хотим, я думаю, добьемся. Просто нужно время в любом случае, потому что за неделю этого не сделаешь, за две. Да, я думаю, бескомпромиссная борьба, это важно, и мы будем стараться все-таки радовать болельщиков. Конечно, ФНЛ такой специфический чемпионат, и у нас практически там с конкурентами, можно так сказать, мы сами все конкуренты, но в целом те, которые выше нас сейчас, команда, мы с ними на выезде играем, поэтому это тоже такой момент, который психологически надо тоже перебороть. Ну, я думаю, что моя команда, самое главное, без различия у нее нет, а это важно в футболе. А где мы будем, это я всегда говорю, пока что футбольное поле. Ну, мы победили, можно так сказать, но спора такого как такового на что-то не было. Ну, просто сейчас реже, но очень часто играем друг с другом, в неделю раз, как уж точно, поэтому, во-первых, это сплачет, во-вторых, пару, немножко напряженно, если на работа, тем более у нас там по две тренировки в день, и это очень позитивно, как бы, на нас влияет, можно так сказать. Поэтому поиграли, выиграли, ну, двигаемся дальше. На деле? Ну, получилось, да, за бегу. Знаете, должно быть как-то это так. У нас есть игры, игры, вот мы придумали сейчас, чисто наш кубок, в Аланее. У нас есть игры определенные, каждый день мы придумаем какие-то игры, и тут остановится чемпионат. И каждый день новый вызов, новый чемпион. И челлендж? Ну, да. Ну, во-первых, это весело, во-вторых, все равно футбол это рутина, и особенно, когда ты на чужбине, когда ты на сборах там месяцами, семью не видишься, все равно нужны положительные эмоции. И вот там, кого Игнашевич тот же такой выбрал, челлендж там. Мы тоже стараемся все-таки, чтобы позитивных эмоций было больше. Сами придумываем, уже запас заканчивается, мы стараемся придумывать что-то новое. А мы каждую неделю разыгрываем, и в неделю раз этот кубок переходной, кто выигрывает, тот его забирает. Поэтому не хочется выделять. И потом по месяцу тоже приз, и потихоньку-потихоньку считаем все, кто победы сделает. И вот в конце сезона этот кубок заберут, ну, плюс гонорар какой-то, да. И может его вставлять пока. Ну, в таком формате, поэтому... Нам нравится, ребятам нравится, поэтому... У них чемпионат вроде бы, насколько я знаю, скоро. Да, мы готовы сыграть с любой командой товарищеский матч. Потому что для нас это большой опыт. Все-таки, когда ты играешь с более сильными командами, ты уже видишь свои какие-то минусы, какие-то плюсы. И дальше работаешь, ты знаешь, в каком направлении тебе работать. Когда ты играешь со средними командами, либо слабее уровнем команды, ну, ты практически из этой игры ничего, кроме физического, какое-то состояние, да. Тебе не... Она не информативна может быть. Я считаю, это было правильно. И даже сейчас, в связи с тем, что у нас первые два сбора, можно сказать, скомканы были, потому что там опять-таки снег и все остальное. И если бы ребята пропустили паузу, а там полтора месяца, да, ничего не делая, то, я думаю, было бы тяжело, тяжелее сейчас ходить. И я думаю, что они даже на 50-60% не были бы сейчас готовы. Поэтому оптимально этот сбор нужен был. Ну и плюс, люди с семьями все равно отдохнули, все равно в Дубае там жарко, буря было. Поэтому после тренировок у них было очень много времени, куда можно было сходить, погулять. И с семьями. Поэтому это очень важно, я считаю. Если и в дальнейшем это надо будет делать, потому что тренировки, в любом случае, футболист, он каждый день тренируется. Даже когда заканчивается там чемпионат, там неделю-две отдохнет, но все равно потом себя готовит. А тут все равно с женами, с детьми, во-первых, знакомство, во-вторых, общение. Это очень важно. Дело в том, я хочу сказать, что надо держать удар. Если команда соперника предлагает какой-то свой стиль, вообще сербские команды, они отличаются своим стилем. Они очень жестко играют, даже товарищеские матчи. Они вот по-нашему, как бы у нас товарищеский матч, все равно как-то мы друг друга уважаем, ценим. А у них, они тоже уважают, но они так привыкли. Они с детства так тренируются. И когда ты явно получаешь там, убегая по ногам, это очень сильно возмущает, особенно наших футболистов, потому что, ну, любых российских футболистов, потому что, ну, это травматизм. И самое интересное, нужно держать удар. Мы-то его держали, и, получается, мы начали отвечать не в грубой форме, а именно в жесткой форме отвечать футболистам соперника. И тут им это не понравилось. И, получается, ну, как бы имидж создается, что мы какие-то злые или плохие. Нет, мы за футбол. И ребята понимают, что это не красит ни одну из команд. Но в то же время нужно всегда держать удар. Потому что, если ты даешь слабину, а это очень часто бывает, как команда, то ты проиграешь только из-за того, что ты эту слабину дал. Будешь ты сильнее, но ты проиграешь. И вот сербский, эта команда, ну, как бы вот сейчас получилось так, что мы не доиграли игру. Но, опять-таки же, это не наша инициатива была не доигрывать матч. Но это не мы говорили. Я предлагал вам, давайте дальше. Получается, надо держать все равно. Надо менять людей, кто дерется, да, там удаление, например, поменяли, да. Надо все равно, мое мнение, если, тем более, ты сам предлагаешь такой стиль игры, то это надо делать, мое мнение. Ну, понятно, фигурное катание мне нравится. Вообще, Олимпиада — это такое глобальное очень событие, особенно, когда я был молодой. Но для меня и зимняя, и летняя Олимпиада — это... Сейчас как-то это все потихонечку, как-то все так завуалирует всякие ковиды, не ковиды. И как-то спокойнее к этому относиться я даже стал. Ловлю себя на мысли. Ну, на самом деле, да, это глобальные очень вещи. Спортсмены готовятся, там, 4 года к определенным, да, результатам. Они грезят, они мечтают об этом. Это очень серьезное соревнование. Поэтому стараемся смотреть, когда есть время, стараемся смотреть балеты. Нету, здесь еще... Надо программу найти, да, на русском языке. Еще место надо найти, еще время надо найти. У нас по две треневки — это вот сегодня у нас предыгровая треневка одна. В основном по две тренировки в день. А еще, если дождь вот был, там, мы сразу экстренно должны поменять тренировку. На поле не потренируешься, значит, нужно заменить эту тренировку, которую ты планировал в зале. И это же экстренно все. Не до этого было. А так, я... вы не прочь посмотреть Олимпиаду и за кого-то поболеть командой. Ну, в любом случае, это наш лидер команды, можно так сказать. Наш футболист, который с нами практически с тренингским штабом, практически с первого дня, да. Он очень позитивный человек, как личность, очень сильный. И хочется, чтобы все-таки у него получилось в пример лиге. И я даже не сомневаюсь, что получится. Самое важное, чтобы ему доверяли, тогда он раскроет свой потенциал. Я думаю, в нашей команде он себя раскрыл не на все сто процентов. У него еще есть в резерве очень многое. Поэтому, дай бог, чтобы у него получилось. И я не сомневаюсь, что у него получится, потому что он с характером парень и очень вдумчивый, и очень объемный, мобильный. Может и забить, может и отдать. И я думаю, такие игроки не теряются в пример лиге. Самое важное, доверие тренера.